шалом жизнь обычно благосклонна к человеку то и дело на нас водопадом льются потоки удача изобилие почет цветущая семья ты на вершине водопада и вдруг откуда ни возьмись просыпается мера суда медат один так называют в меру суда та степень которая нас посещает осуждает иногда мы где-то теряем в чем-то упускаем где-то спускаемся на другой уровень а иногда и в семье не все идет ладно был водопад остало болото потому что проснулась мера суда мы можем неправильно понять ошибочно считать что мера суда это бог злой и страшный который судит людей без оправдания вмешивается в жизнь которая только-только начала налаживаться он всевышний применяет абсолютную власть он пользуется человеческой слабостью невозможностью противостоять но здесь есть распространенная ошибка слово мера соответствует слову отмерять написано в талмуде в трактате сута человеку с небес отмеряют столько сколько он своим поведением отмеряет себе же на земле всевышний назначает нам то вознаграждение или наказание соответствующее нашим соответственно измерению теперь надо понять что значит мы отмеряем себе человек перед тем как совершить какой-то поступок он измеряет уровень риска как в бизнесе так и при любом поступке нормальный человек проверяет проценты риска а шо мне за это будет причем при совершении хорошего или плохого дела мы всегда проверяем что мы выиграем в этом или что мы проиграем в талмуде в трактате шкале мудрецы спрашивают почему человек при совершении плохого поступка сразу откликается на это он вкладывает в это всего себя а при совершении хорошего дела долго думает стоит ли делать ему это или нет так мошер абейну перед тем как евреи получали тору на горе сина и будил всех и говорил вставайте вы получаете тору а когда надо было пожертвовать золото на золотого тельца они сразу все принесли к русский язык дарит нам прекрасную пословицу семь раз отмер один раз отрежь человек строит свою судьбу сам всевышнему помогает бог дает нам святые книги дает нам людей которые эти книги расшифровывают комментируют преподносит наша жизнь это курсы кройки и шитья отмеряем а потом шьем свою судьбу у праведников работают принцип мера за меру у остальных же людей работает принцип который написал великий царь соломон в книге куэллет одно к одному чтобы найти счет система такая если на земле в этом мире нас тянет на что-то плохое и мы сразу падаем в эту трясину вливаемся все всеми своими силами быстро а когда представляется какая-то хорошая возможность мы раздумываем задаем вопросы то на небесах всевышний совсем по-другому подходит к этому когда мы совершаем что-то хорошее он засчитывает нам маленький какой-то поступок выше чем огромное количество плохих дел потому что этот маленький поступок весит очень много он ценится очень дорог в момент когда просыпается мера суда вот это медат один напротив нее сразу просыпается мера тех добрых дел которые мы совершали иногда один хороший поступок может перевесить огромное количество плохого совершаемыми нами в прошлом один к одному находит счет то есть добрые дела которые мы совершаем собирается в большой счет который в конечном итоге будет нам поставлен как заслуга когда мера праведности пусть и небольшая которая перевесит меру зла и прегрешений как человек отмеряет и обдумывает свои поступки так и всевышний поступает с ним причем он всегда помогает как написано в торе откройте мне маленькое отверстие величиной с иголочку и открою вам целый мир шалом-шалом